Рынок просит сейчас обучение, сейчас тренд на обучение. И вот эта вот история, что фу-фу-фу, оно скоро закроется. Пока оно закроется, знаешь, откроется что-то новое. Он стоит там 500 тысяч. Он говорит, подожди, то, что ты сейчас рассказала, стоит 2 миллиона. Я такая, в смысле? Скоро всех посадят. Я, например, первое свое обучение делала вообще без презентации. Я говорила, презентации не будет никаких, вы должны писать. Что такое шорт, Сырилсон? Да, это ты просто тупишь. Да. Просто говно, говно, говно. Как это мне поможет меня клонировать? Как зовут? С чем пришла? Какой запрос? Меня зовут Оля. Мне 42 года. У меня компания консалтинговая. Я эксперт по организационному и стратегическому развитию компании. Занимаюсь этим 5 лет. Как предприниматель, я тоже с 2018 года, вот 5 лет. Провожу стратегические сессии, командные сессии. Погружаясь в компании, занимаюсь организационным развитием. Помогаю компаниям строить систему управления персоналом, бизнес-процессы. Я профессиональный коуч 2016 года, executive coach, командный coach, дипломированный agile coach недавнего времени. Тоже, в общем, все вместе. Еще я психолог в интегральном нейропрограммировании. Преподаю в высшей школе экономики на программе стартап как диплом. И, собственно, в общем, с чем я пришла? У меня сейчас компания маленькая. Я эксперт в этой компании. Привлекаю периодически экспертов внешних, тогда, когда моих компетенций не хватает, да, и мне нужно кто-то там финансовым учиться, там, либо в других областях. Внутри моя команда есть маркетолог, то есть она не штатная, а тоже на аутсорсе. Она еще параллельно с работой, там, с парой клиентов. У нее выбор-разработчик, контекстолог, SEO-специалист, дизайнер, то есть она напрямую сама с ними работает, все задачи ставит, то есть я не касаюсь туда. Подбираюсь к запросу своему, сейчас мой доход компании оборот, да, в общем, выручка, так скажем, от 450 до миллиона. До миллиона, почему? Потому что я одна эксперт, да, и понимаю, что это вот потолок моих временных ресурсов. Ну, вот, вот, как бы продукт мой таков, что пока его сложно масштабировать, я думаю об этом. В этом году моя задача выйти на 2 миллиона, то есть в x2. Более высокая цель, мета-цель, это 60 миллионов в год, то есть 5 миллионов в месяц. И, в принципе, мне обозримо примерно понятно, это не просто с потолка цифра, но не хватает каких-то реперных точек, вот, системных. Я понимаю, что просто брать больше клиентов и больше заказов, ну, меня разорвет. Любнешься, да. Потому что я просто понимаю свой предел, лимит, он вот в миллионе, ну, по среднему чеку моих услуг, да, по количеству клиентов и так далее. И, собственно, маркетингом-то я стала заниматься, наверное, ну, так вот прям уперто стала заниматься, наверное, месяца три назад. Потому что до этого мне хватало. Основной инструмент маркетинга был, это сарафанное радио. То есть клиенты сами, собственники бизнесов, они передавали мои контакты, вот как-то мне, в принципе, было нормально. Но амбиции есть, рост нужен и сейчас вот первый, наверное, там продукт, который там как прогрев вообще с маркетологом выпустили. И я понимаю, что я-то вот на том, сегодня у нас релиз сайта нашего, старый мы убили, он уже, ну, как бы не актуален, да, по-новому, новой стратегии нашего бизнеса. Уже сейчас новый сайт, красивенький, сегодня релиз, наконец-таки сегодня начнем SEO, там, настроечки делать. Для меня это впервые, для моей именно компании. Я знаю, что делать с другими компаниями, а когда внутри своей, да, то есть у меня не было еще, там, двух миллионов я не зарабатывала, пяти миллионов. Я работаю с компаниями, которые полтора миллиарда зарабатывают. И мне понятно, потому что, когда я была наемным сотрудником до восемнадцатого года, я шесть лет управляла розницей. У меня в моем подразделении было двести пятьдесят человек, и мы рвали продажи. То есть я знаю, что с этим делать, я знаю, как круто строить команды. А вот внутри своей компании, своего бизнеса, да, будучи сама экспертом и будучи самостоятельно, ну, как бы самостоятельно строя с маркетологом систему продвижения и прочее, несколько такая. То есть мне, знаете, как коучу нужен коуч. Вот, и мне хочется твой, Юля, взгляд со стороны и какие-то, наверное, такие вопросы, которые меня наведут на мысль, потому что я такая размышляю, думаю, ну, хорошо, масштабироваться там. Стратегические сессии я просто, ну, я вчера просто считала юнит-экономику такая, думаю, сейчас все прям вот посчитаю, все постоянные переменные расходы. В постоянные расходы даже записала там генерального, ну, растущего, генерального, исполнительного, финансового, там, зарплатами небольшими, там, в пятьдесят, там, тридцать, ну, то есть растущих, да, там, понятно, мне сейчас маститые как бы не нужны. Записала там все расходы связанные, стабилизационные, какие-то инзы и прочее, прочее, поняла, чтобы выйти не в ноль, а выйти в чистую прибыль 500 тысяч в месяц, мне нужно 9 стратегических сессий провести. Да просто нереально. Вот мне нереально, потому что это, ну, большая подготовительная работа, это много энергии и так далее, то есть там перед стратсессией еще вот такой вот пул процессов можно провести, потом еще сопроводить компанию. Я думаю, варианты, хорошо, какой-то свой курс запустить, да, в клубах предпринимателей я провожу на два часа интенсив, как провести стратегическую сессию своими руками в компаниях. Собственникам нравится, я им щедро даю инструменты разные. Так, я думаю, так, продавать продукт такой, как проводить стратегические сессии. Ну, хорошо, мы сейчас упаковали, я там записала вебинар на два часа, сейчас будем потихонечку его запускать, там, в телеграм-канале будем тоже его развивать. Ну, сейчас он есть такой небольшой, там, 300, по-моему, 90 у нас подписчиков, ну, вот задача, там, до конца года на три с половиной тысячи, чтобы там было подписчиков. Ну, то есть, как бы, вроде понятные пути, и я даже начала думать, а может быть, мне запустить дополнительно продукт по подбору топов именно в те компании, которые я веду, то есть мне не интересен консалтинг вот для всех, но ко мне мои же клиенты, собственники обращаются, Оль, помоги найти чар-директора классного, найди, там, коммерческого помоги, то есть я не рою headhunter, нет, это делают его сотрудники, этого собственника, я лишь смотрю, подход не подходит под эту корпоративную культуру, ну, то есть вот, и делай бесплатно, причем это, то есть я не беру за это деньги, я, то есть, в счет долгосрочных наших теплых отношений, как бы, консультирую, помогаю, даже, там, адаптирую, потому что основная моя услуга все-таки не подбор, думаю, может быть, сделать это услугой, а может быть, упаковать ее как продукт для своих, и тем самым это как такой, ну, словно лид-магнит, в общем, разные варианты, вернусь сейчас, а сама сейчас такая говорю и думаю, как это мне поможет меня клонировать. Вы сейчас с маркетологом, да, вместе упаковываете что-то, какой-то прогрев под стратегические сессии. Вот это индивидуальная работа имеется в виду, да? Ну, то есть я как эксперт, ну, не как, а в смысле эксперт, работаю с компанией, с топ-менеджментом компании. Ну, то есть понятно, сколько в месяц есть возможность взять? Ну, максимум четыре, ну, наверное, если совсем упахаться, шесть, ну, четыре, потому что я считаю, четыре недели. Ну, меня просто не хватит, я тогда не смогу заниматься реально развитием компании, просто буду пахать. Как на сегодняшний день? Потому что у меня еще есть клуб предпринимателей, кстати, мой, да, два года, который живет, я вот два года с партнером, мы его основали, то есть я туда вкладываюсь, я его не монетизирую, денег я оттуда не получаю, мои предприниматели там счастливы, да, ну, то есть сама получает от этого кайф, там, да, у нас там мастер-майнды постоянно и прочее. Ну, то есть для меня профит в другом, не в деньгах, которые бы я оттуда вытаскивала, да, профит в том, что я в окружении предпринимателей приглашаю тех спикеров, которые мне интересны, тех тренеров, которые там тоже мне дают плюс. Вот, в общем, ну, то есть операционки, если назвать этой операционкой, ее просто с утра до вечера, вот так, то есть я не сижу, не отдыхаю, у меня нет ни субботы, ни воскресенья, я сегодня утром проснулась в шесть, такая, думаю, блин, надо запланировать отпуск. То есть я понимаю, что вот все, если батареечки подсядут. Давай решим, как тебя клонировать. Ты знаешь, я даже на днях написала приятельнице здесь в Москве, она agile coach, ну, такой растущий, говорю, давай встретимся, вот мне нужен мини-клон. То есть я прощупываю сейчас эту тему, кого бы вот растить, да, и кому бы я могла передавать потихоньку те... Почему таким сложным путем идешь? Почему выбираешь такие сложные пути? Наверное, не вижу чего-то. Вот, вот, намеди меня. Посмотри на меня. Посмотри на меня. Слушай, ну, блин, кстати, я сейчас пока стояла, смотрела разборы, вот, пока Дынкова, да, человека разбирали, я такая стою, думаю, блин, я с предпринимательной, как трекер работаю постоянно, как наставник, я их разбираю, думаю, почему я так никогда не делала? Ты сейчас все равно про индивидуальную работу. Да. То есть у тебя задача заработать 2 миллиона, зарабатывать стабильно, регулярно 2 миллиона. Да. А сама своими силами ты можешь выйти миллион, ну, фикс не миллион, 200-300. Ну, да, да. И ты будешь там подыхать вот в этом всем, бесконечно, со временем начнешь ненавидеть и людей, и работая остальное. Про 5 миллионов говорить нечего. Да, я понимаю. То есть тебе нужно делать какой-то массовый продукт, то есть ты за единицу времени на сегодняшний день работаешь с одним клиентом, а тебе нужно выстроить бизнес-модель по-другому, за единицу времени ты работаешь со многими клиентами. Ну, вот у меня была мысль, я хочу упаковать свои тренинги, обычно я тренинг провожу для компании, то есть внутри корпоративно, опять же, это один клиент, а у меня мысль, пора бы, наверное, упаковать продукт, тренинг, то есть сборный. Я, честно скажу, не очень это люблю, видимо, поэтому туда я не шла, то есть мне нравится вот видеть результат, как они растут, как топы развиваются. Когда у тебя есть технология, у тебя есть некое знание, некое понимание, за которым приходят люди, и ты работаешь только индивидуально. Кстати сказать, у тебя стоимость невысокая, ну, то есть тебе есть куда там дальше еще расти, но пока это остановим, это пока остановим. Есть много предпринимателей, которые понимают, мне это надо, я хочу это уметь делать, мне это важно, то есть люди, дошедшие до определенного уровня, они дальше не знают, что делать, но они либо не готовы вот в это индивидуальное сопровождение, они хотят научиться у себя это делать сами, и люди готовы за это платить. И это не отдельные какие-то мини-тренинги, а у тебя есть, то есть у тебя огромный разнообразный подход к проблеме, то есть выделяешь несколько проблем, с которыми к тебе приходят, и упаковываешь это в один продукт, не в каскадную, потому что когда ты делаешь много маленьких для одного предпринимателя, казалось бы, их легче тогда завести, потому что ниже чек, да, их легче завести, но и легче потерять, то есть они дальше, они все, весь комплекс задач они не решат, поэтому важно делать одно большое мероприятие, да, с комплексным решением задач, с которыми ты умеешь работать, человек пришел, он все сделал, и ты будешь видеть, как он растет, и от этого ты будешь кайфовать, и их у тебя не один в месяц, а их у тебя 10-15 в месяц, и точно так же у тебя остается сообщество, у тебя остаются люди, которые говорят, блин, это так классно, и которые точно так же делятся, которые потом, возможно, придут и скажут, слушай, мне все-таки с тобой надо поработать, и там и другая сарафанка, это, знаешь, я знаю, откуда вот эта проблема, да, вот этот бизнес на обучении, типа там скоро всех посадят, да, там вот эти вот там налоги не платят, работай по-другому, ты-то знаешь, что ты другая, вот меня не касается абсолютно, когда там кто-то пишет инфо-цыганку, ну это твое личное мнение, тебе будут писать, будут говорить, ты спокойно, ты знаешь, как ты работаешь, ты знаешь, какого качества продукты отдаешь, людям от этого хорошо, и для них это другой удобный формат, не все готовы запускать человека, который придет и будет работать, потому что ты же там приходишь по-своему вместе начинаешь, да, а им хочется продолжать пока вместе так же, чуть-чуть вправо, чуть-чуть, то есть, ну это другое. У нас сейчас в клубе Мастермайнд идет, там Алексей Максимченко, и он такой, напиши пять бизнесов, образы, да, как бы ты хотела, да, какими хотел бы ты стать, и ты там в списке, и я такая думаю, ну блин, я же написала это не просто так, я посмотрела, что у тебя есть продукты, которые ты масштабируешь, да, и люди к тебе идут, понимают, что классный продукт, в общем, да, это, в общем, надо, надо что-то упаковывать. Это гораздо проще, это, подожди, это не так проще, я имею в виду, там проще выйти до 2,5 миллионов, чем выйти в твоей модели, потому что видишь, когда, чтобы вырасти в твоей модели, тебе нужно обучить людей, обучить их работать индивидуально, индивидуально работать, это другое, когда у тебя есть продукт, ты вначале типовым вещам учишь своих людей, которые тоже там работают, да, на какие-то сложные задачи заходишь только ты, то есть, ты точно так же отводишь там консультацию, набираешь только сколько тебе нужно, ты все это умеешь распределять, да, ты отводишь консультацию, люди пошли дальше, вы расписали план задач, они пошли делать, куратор проверил, посмотрел, ты посмотрела, то есть, он проверил, дал обратную связь, что он видит, дальше ты посмотрела, дал обратную связь, что ты увидела, человек сделал, ты ему дальше расписываешь задачи, либо у тебя уже есть это в твоем продукте расписано, и ты точно так же работаешь, но ты можешь заводить одновременно много людей, и там вот эти 5 миллионов, ну, это быстро, это быстро достижимый план, а дальше те люди, которые у тебя с тобой работают, они же обучаются, обучаются, они становятся сильнее и сильнее, и ты дальше уже можешь сделать подороже продукт, где, то есть, не на обучение, а человек заходит, и у них начинает выстраивать работать, то есть, не ты, ты работаешь за 5 миллионов с одним клиентом, а он работает там за другие деньги с одним клиентом, и у клиента есть выбор, выбор, да, ты дорогая, или кто-то там кого-то рекомендуешь, да, с твоими корректировками человек работает, и таким образом ты прокачиваешь специалистов у себя внутри, ты можешь набирать любой объем людей, они смогут их довести, и бывают сложные, всегда бывают сложные моменты, которые, ну, вот они неопытные, у них нет просто того, твоего видения, ты заходишь, помогаешь, корректируешь, все, люди дальше пошли. Знаешь, еще какая, видимо, история тоже интересная, это вот ты сейчас сказала, что есть люфт там расти, да, в стоимости, тоже недавно, ну, общаюсь с одним экспертом, и говорю, вот у меня такой-то такой там продукт конкретный, он примерно в среднем трехмесячный, плюс-минус в зависимости от задачи, которая в компании, где я тоже с погружением, он стоит там 500 тысяч, он говорит, подожди, то, что ты сейчас рассказала, стоит 2 миллиона, я такая, в смысле? Ну, то есть, вот, видимо, есть еще в голове пока... Не в голове, я тебе сейчас объясню, ты... Или у меня сведомленность еще? Оно стоит 2 миллиона, 5 миллионов, но к тебе приходит там 2 человека в месяц, да, и ты им объявляешь вот эту цену, да, и они могут вообще не зайти, и ты такая, нет, я лучше в своем привычном комфортном чеке, я знаю, как с этим работать, ты не можешь объявить такой ценник, потому что тебе нужны деньги, соответственно, ты определенный там условно, у тебя задача 5 миллионов, ты на обучении зарабатываешь в месяц там миллион чистыми, да, и ты можешь объявлять вот эту цену спокойно, тебе не страшно, потому что миллион у тебя всегда есть. Дальше ты увеличиваешь план не миллион, а 2 миллиона, соответственно, нужно такое-то количество учеников завести, такое-то количество кураторов под это завести, такое-то количество работы маркетологу под это сделать. Вот сейчас вот этих галочек, я чувствую, мне не хватает как раз, про которые ты сейчас вот каких-то еще завести людей, вот прям чувствую, что вот там кроется, ну, потенциал. Давай сейчас мы с тобой написаем, чтобы ты ушла уже с этим, понимали. Ставим мы с тобой 2 миллиона план продаж, допустим, у нас, да, средний чек там какой будет, давай напишем с тобой сколько, 100 тысяч, просто напишем 100 тысяч, какой будет, я не знаю какой. Давай 250 к реальности ближе, у меня план цель, 250, чтобы был средний чек, сейчас где-то 180. Ага, 250, обучение, 2 миллиона разделить на 250, то есть нам нужно 8 человек на обучение завести. Да, 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 да. Да, 8 человек, маркетологу нужно, он по-другому будет тебя продвигать. Знаешь, о чем я сейчас мыслю, стратегическими сессиями, ты говоришь 8 обучения, я такая, блин, 8 раз на астротсессии провел. Это у тебя, то есть ты записала все вот эти, то есть как работаешь ты, ты расписываешь схему. Да, давай тогда средний чек, сейчас все, надо мне немножечко мышление тогда снижаем, давай средний чек. Сколько? Сколько? Пусть будет 100, возвращаемся к твоей версии. Есть 100. Давай 100. У нас 100, значит нам нужно 20 клиентов в месяц завести на обучение. Под этих 20 клиентов сейчас мы к маркетингу вернемся. У тебя будет некое обучение, некоторые там практические задания, вот эти практические задания должен кто-то, ну, сопровождать, помогать студенту справиться, соответственно, там, допустим, десятерых ведешь ты, да, и это стоит других денег, и у них будет чек не 100, а там, условно, 180, да, но мы с тобой останемся пока в этом, да, и на 10 нам нужны еще какие-то дополнительные люди, с которыми ты доверяешь. Ты понимаешь, что один человек по 5 может вести, да, казалось бы, что нужно по одному на каждые 5 человек, но лучше держать в запасе еще одного, потому что всякое там может быть, да, это ты тоже про это все знаешь. То есть ты под них, для них тоже записываешь обучение, да, как нужно работать, как находить ошибки. Есть некоторые задания, которые ты не можешь отдать на проверку кураторам, которые ты заходишь сама. Соответственно, здесь у тебя тоже все понятно, они все проходят обучение, они все проходят тестирование, ты их допускаешь до этой работы. Вот, соответственно, у нас по людям здесь уже все понятно. Ну, одно из ключевых это команда, я все время про это думаю, по поводу расширения развития, вот сейчас вырисовывается вот эта схема. Это люди, которые работают с тобой на обслуживании твоих, то есть на выдаче продуктов. Да, да. Это одно подразделение, учебное подразделение, которое работает. Дальше, нам с тобой для того, чтобы привлечь наших 20 клиентов, у маркетолога есть какие-то инструменты, я насколько помню, там сайт, сайт, соцсети, телеграм-канал, ну, инстаграм, там немного, на сколько там, 1300 у меня подписчиков. Телеграм-канал мы сейчас будем вкладывать и вкладываемся, расти его. То есть, соответственно, в какое-то время вы увидите, что там из тележки у вас там в месяц приходит 3 заявки, и вы пока больше сделать не умеете, из инстаграм приходит одна. Соответственно, мы можем рассчитывать только на 4, ну и там одна. Контекстная у нас будет. Окей, ну, я образно говорю, да, то есть из разных каналов вы приводите разный объем. При таких затратах вы приводите одну заявку, то есть маркетолог начинает тестировать и смотрит, если мы увеличиваем бюджет, то что у нас получается. Там, скорее всего, будет расти стоимость, поэтому нужно будет пересматривать. То есть полностью модели рекламы надо будет пересматривать для того, чтобы вырасти там в 5 в месяц. Да, обязательно добавляй соцсети все, все существующие, не только телегу. А ВК? И ВК, и Ютуб, конечно, все абсолютно. То есть готовится контент под телегу, пока просто его клонируйте во все оставшиеся соцсети, без всяких заморочек, просто бомбите одно и то же. Дальше вы уже будете разбирать, откуда у вас какая обратная реакция, какие люди приходят, какие они вопросы задают. Когда люди в соцсетях задают вопросы, очень важно с ними общаться. Не просто в комментариях, да, не обязательно, потому что есть такое, надо общаться в комментариях, в личках люди это любят, правда, это важно, потому что они видят, что они с человеком общаются. Ты на основе вот этих вопросов и их сложностей пишешь новый контент, видео снимаешь, посты делаешь, картинки для репостов делаешь. В общем, про людей, про клиентов история должна быть. Абсолютно, да, да. Соответственно, и ты таким образом увеличиваешь из каждого канала, вы строите гипотезу, каким образом мы добавим еще пятерых, а каким образом еще... И однажды вы придете к потолкам, то есть вы увидите, что вы не можете больше продать. Ну вот, допустим, мы сейчас в потолках по своим соцсетям, мы еще докручиваем, но мы уже прям уперлись. Соответственно, нужно развивать другие каналы. Уже потом ты идешь и думаешь, а что еще мы можем сделать, да, какой еще формат мы не используем, что еще? Да, ну, в общем, сейчас ты мне прям хорошо направила, ну, классно, спасибо тебе большое, и даже, наверное, подкрепила, подтвердила, что ли, мою гипотезу. То есть было вот это вот... Я понимаю, что надо, ну, без команды, я столько лет работаю с командой, понимаю, что без команды, ну, развития не будет. Все, ты упрешься в свой временной энергетический ресурс и так далее, и все. Мне важно было понять, куда эту команду. То есть я думаю, такая, бизнес-аналитик нужен, не нужен? Ну, ладно, отдам ему вот это, вот это. Что дальше? Зачем? Ну, понятно, что нужно брать человека с потенциалом. На кого? На куда? На операционного? Окей, зачем? Ну, то есть вот куча вопросов. Смотри, ты сейчас... Смотри, в чем твоя проблема? Ты сейчас относишься к своему бизнесу как к бизнесам клиентов, но бизнесы твоих клиентов, они немножко уже на другом уровне, скажем так, развития. Мы даже не про деньги, а про развитие. Да, да, да. То есть ты сейчас будешь, по сути, делать стартап. У меня стартап, условно. Ты делаешь стартап и работай с ним, как нужно работать со стартапом. Что у нас самое главное? Гипотезы у нас, проверка. Самое главное... И целевая аудитория, изучение ее. Целевая аудитория, это тебе самое главное научиться зарабатывать в этой новой для тебя бизнес-модели. И все, сначала ты зарабатываешь в этой бизнес-модели, да, какие-то элементарные, дальше ты уже формируешь пул клиентов, пул своих сотрудников, да, выстраиваешь эти отношения. И дальше по обычной модели Адизаса ты растешь. И все. То есть ты еще пока не там, ты туда придешь, ты там сможешь применить. Всегда возвращайся. Что бы я сделала у клиентов, но у тебя другие клиенты, ты пока еще не свой клиент. То есть, в общем, мне сейчас первое, о чем нужно подумать, да, это понять, какой продукт упаковать, да, для масштабирования. Отталкивайся от запроса. Да, условно назовем его там современные инструменты управления, например. Ну, сейчас там условно, да, понятно, что нужно изучить. С маркетологом это докручивает. Да, с маркетологом, изучить целевую аудиторию, вообще спрос там и так далее. Ну, у меня сейчас в Телеграм-канале, кстати, пару дней назад я запустила опрос, там разные темы, 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 собираюсь, смотрю, и вот эта тема, она практически, ну, про современные инструменты управления, она лидирует сейчас. Удивительно, почему? Да, не понимаю. Странно, странно. Потому что, наверное, они пришли на такой канал, знаешь, я тоже, если запущу опрос, про что мы будем говорить, про естественное материнство или про бизнес, у меня тоже все про бизнес проголосуют. Ну да, причем у меня там тоже по итогам опроса 50% предпринимателей, 50% наемных сотрудников тоже там опрос проводила еще ранее до этого, там, исследуя свою целевую аудиторию. То есть, условно, да, вот этот продукт, я его упаковываю, мне нужно будет что, о чем подумать, на какую платформу, как я его буду подавать. Это будут очные тренинги или это будет на онлайн-платформе тренинги. Смотри, я тебе сейчас расскажу, какие варианты, какие здесь варианты. Сначала ты собираешь запросы по своей существующей аудитории, да, что им важно. Дальше маркетолог должен еще проверить вовне, да, а что у нас творится вовне, есть ли такой запрос, или это только ты нагрела своих людей под этот запрос. Такое часто бывает, да, и как бы все, емкости там нет. Поэтому проверять нужно на емкость. Дальше. Вот здесь вопрос, а как это упаковывать, да, во что вот многие, кто хочет заниматься обучением, об это спотыкаются очень сильно, потому что кажется, пока не будет, как я без упаковки, упаковка упаковок упакованная, и вот в это спотыкаются. Если тебе удобно работать в формате в зуме собрала людей, отчитала, да, записали, отдали, работай, как тебе комфортно, потому что ты все равно то, что сделаешь первое, ты его потом будешь переделывать. Поэтому не тратить время на классный продаж, конечно. Не тратить время на бесконечное вот это вот там, должна быть еще лучше презентация, должен быть еще лучше звук. Делай вот то, что ты можешь отдать, то, что тебе удобно. Очень многие, что делают потом, они вот эти записи и катают. Ну, лично я считаю, что это фигово катать вот эти старые записи для другой аудитории. Либо ты перезаписываешь, либо ты какие-то уроки ты записываешь, то есть уже у тебя есть вопросы, ты понимаешь, во что они спотыкаются, что у них не получается, какие вопросы. И ты записываешь урок с ответами на эти вопросы в том числе. А какие-то ты добавляешь вот эти занятия живые, для того, чтобы люди могли задать тебе вопросы. И ты постепенно выходишь в удобный тебе формат, аудитория к этому формату привыкает. Они тебе будут давать обратную связь. Они будут говорить, а мне кажется, что презентации должно быть больше. Я, например, первое свое обучение делала вообще без презентации. Я говорила, презентации не будет никаких, вы должны писать. Потому что это способ обучения. Когда у тебя есть презентация, и ты не пишешь, и ты там сидишь в носу, ковыряешься. Когда у тебя все равно, если что, я потом посмотрю. И ты знаешь, не зашло, люди оказались сегодня согласны. Согласны, захотели. Да, люди сказали, нужны презентации. Мы стали делать презентации. То есть и люди постоянно просят, ты постоянно с маркетологом это сверяешь. Это каприз одного человека, или это, в принципе, ожидание аудитории в целом. Это такие стандарты на сегодняшний день. Не нужно гнаться, потому что люди там снимают целые фильмы. С каким-то там, я не знаю, там вот со всей этой криношной фигней. Она прикольная, но у тебя другой немножко продукт. То есть у тебя экспертный продукт, очень глубокая. Я тарился начала, наверное, месяц назад снимать. У меня маркетолог просто вот три месяца уже душит. Ты когда начнешь рился? Я говорю, блин, да ерунда такая. Я говорю, так не хочу вообще вот это вот все. Ответы на вопросы. Делай ответы на вопросы, пусть прекрасно работает. Ответ на вопросы, если ты можешь ответить в течение вот этих 15 секунд, просто записывай ответы на вопросы. Вот это вот все не делай. Не надо, не надо. Но я больше разбиваю какую-то тему, например, там, условно, возьмем про стратегические сессии. И сбиваю на короткие, там, до полутора минут. Наверное, даже много, наверное, да, если рился. То есть, наверное, там, 30 секунд, 30-40 секунд, наверное, делать надо. Ну, вот я тоже чувствую. 15-30 на сегодняшний день, чем короче, чем лучше. Да, чувствую, что люди устают. Причем основное должно быть, должен быть захват в самом начале. Если нет захвата в начале, люди не досмотрят, какой бы там жир не был в середине. Нет захвата, все, люди слистывают прям. Что такое шорт, рилсы, да? Это ты просто тупишь. Да, да. Просто говно, говно, говно. Поэтому вот эти полторы секунды, все, дальше нет шансов. Ага, поняла. Надо, да, об этом задуматься, пересмотреть. Знаешь, у меня какая мысль сейчас, о чем, наверное, мне стоит подумать? Да, я вначале сказала, что у меня маркетолог, она еще с несколькими клиентами работает. И я понимаю, что любого человека тоже есть там лимит ресурса, времени. Опять же, да, сейчас про команду. Я не к тому, что там еще одного маркетолога или другого маркетолога. Меня она вполне устраивает. Ну, то есть ее вовлеченность. Она тем более в теме именно моих услуг. Да. И вот, ну, мне все классно. Но я понимаю, что я иногда такая думаю, блин, ну, где ты там? Почему не выходишь на связь? Ну, вот я хочу прямо сейчас. Ну, то есть, знаешь, такая требовательность. Ну, блин, понимаю, что все мы живые люди, да, у нее там тоже свои дела. И я вот думаю, что вот эта компетенция, возможно, еще у кого-то должна быть. С кем бы она в паре работала. Пока не понимаю, будет ли достаточно у нее временных ресурсов там, да, и, возможно, кто-то нужен будет, как ее там правая, не знаю, рука. Подожди, правые руки ты нанимаешь своим людям, которые работают у тебя. Этот человек работает не у тебя, а с тобой. И если она не справляется, то есть ты для нее один из проектов. Если она не справляется, она думает о том, что ей нужен помощник у нее, а не у тебя. И она выполняет твои заказы. То есть она делегирует своим помощникам какую-то другую рутину. Ты этим не занимаешься, ты просто получаешь результаты. Это же разная история. Человек на аутсорсе, да, и человек у тебя в штате. И поэтому придет однажды время, когда ты поймешь, что, ну, мне больше так не подходит. То есть у меня просто сам собой этот вопрос снимется, видимо. Конечно. И, ну, скорее всего, вот при вот этом новом старте он у тебя и должен будет закрыться. Либо у тебя свой маркетолог, и он может обращаться, консультироваться. Либо у вас есть что-то на аутсорсе. Вот, да, возможно, такая версия, про что ты сейчас говоришь, что, возможно, мой маркетолог штатный, который только на меня работает, консультируется с ней. А я бы брала все-таки к себе в штат маркетолога сильнее, чем она. И чтобы вот этот более сильный маркетолог ставил задачи, потому что она занимается продвижением, да, то есть там контекст, SEO, я так понимаю, в Телеграме АДС будет, да. То есть она ставит задачи твоему маркетологу, она занимается только продвижением. А маркетолог у тебя должен быть тогда сильнее. Либо, если ты понимаешь, что ты пока по деньгам не тащишь там или еще что-то, тогда ты берешь и он похаживает, туда похаживает. Да, поняла. В общем, так или иначе вышла я, да, на мысли развития. Знаешь, у меня когда-то, когда в самом-самом начале, когда я начинала вообще первый свой бизнес, у меня был вопрос. У меня, ну, все знают, у меня было целых 150 долларов, да, и у меня с подругой была вот эта дилемма, да, а чем заниматься? Я говорила, я шмотками никогда не буду заниматься, это стыд, я жена офицера, да, как я буду заниматься какими-то шмотками? А книгами это да, это же книги, это же чистенькая. Кстати, книга, это самый грязный вообще товар, от него руки просто, самые черные, самые грязные руки всегда от книг. И я такая, ну, вот этим я буду заниматься шмотками никогда. И вот я пошла, ну, судя по всему, да, такая же история, я, вы что, в своем уме. И уже когда прошло столько времени, я понимаю, что я бы сделала очень быстро дорост оборотов, если бы это были шмотки, вот эти, да, как я так могу? Ну, вот, поэтому идти нужно туда, на самом деле, где легко, где ты можешь реализовывать себя. Рынок просит сейчас обучение, сейчас тренд на обучение. И вот эта вот история, что фу-фу-фу, оно скоро закроется, пока оно закроется, знаешь, откроется что-то новое. Поэтому не нужно игнорировать, и ты не сваливаешься только в обучение, у тебя остаются клиенты. То есть ты продолжаешь с ними работать, и, соответственно, ты уже сможешь объявлять другую стоимость, потому что здесь у тебя тылы прикрыты будут. О чем мне важно будет, наверное, первые полгода, ну, может быть... Что первые полгода ты планируешь делать? Сейчас определиться с продуктом, определиться с командой. С продуктом на это неделя, дальше. Да. Какие полгода, что вы получите? Так, ладно, хорошо. Ты еще 400 лет хочешь прожить? Или сколько? Неделя, чтобы определиться с продуктом достаточно. Да, в принципе, да, с продуктом уже, в принципе, понятно. Дальше. Следующий шаг, там, команда и средства, что с этим продуктом, как его там дальше транслировать и так далее. С маркетологом обсуждаешь. С маркетологом. Говоришь, у меня есть вот такая идея, я хочу продавать свое обучение. Что ты умеешь из этого делать? То есть, ну, какая модель, что ты видишь при тех ресурсах, которыми мы располагаем? Что ты видишь? Он тебе накидывает. Ты говоришь, слушай, говно, переделывай, иди переделывай, как бы все прекрасно, но надо переделать. Он переделывает, он с тобой согласует, он говорит, столько денег надо, да, скорее всего, он у тебя будет задавать вопрос. Сколько это будет стоить? Тоже здесь нужно заходить с комфортной для тебя ценой, потому что многие говорят, там, сделай сразу миллиард. Ну, как бы очень классно. Ну, да, по нему адрелистично смотреть, конечно. То есть, комфортная для тебя цена, наполнение, срок, пока не надо вот это прям темки, вот нет, у тебя должна быть концепция, ты просто видишь широкими мазками, что это будет. И дальше ты уже добираешь вопросы, проводишь интервью не с теми клиентами, с которыми ты работаешь, а с теми, кто не смог тебя себе позволить. С ними общаешься, да, проводишь какие-то вот эти пробники, чтобы тебе понять, а как это будет дальше происходить. И не надо затягивать на полгода, у тебя в июле уже должна быть программа. Ты уже заводишь людей и отводишь первых там 5-10 человек. Какие полгода? Что ты полгода хочешь сделать? Через полгода уже 5 миллионов должно быть в месяц.